У них самое предложение, то что вы можете, ну у них вообще главный посыл, вы босс сами себя, то есть вы сами свое время корректируете в плане работы, вы получаете хорошее награждение и вы be your own goals. Ну то есть то, что как бы ты сам руководишь свое время, ты сам руководишь своими деньгами. Очень хороший у них сайт, хочу обратить на это внимание, все владельцы бизнеса, которые имеют свои сайты, обратите внимание на то, как именно они рассказывают про эту историю. То есть это именно кейсы, то есть здесь сайт полностью построен на людях счастливых, которые рассказывают свою историю, как они зарабатывают на Амазон. Если допустим вы Real Estate агент, у вас свое Real Estate агентство, то я ни одного сайта не видел сейчас, даже у американской компании или русскоязычной компании, которые занимаются недвижимостью, чтобы они рассказывали реально, вот как пройтер может зарабатывать деньги и сколько он может зарабатывать. Такая же история там с любым менеджером по продажам. То есть если вы хотите привлечь себе менеджера по продажам, который будет сидеть, обзванивать клиентов и находить, соответственно, вам клиентов, то нужно показать именно реальную историю клиента людям, которые работают уже в вашей компании. Это реально работает. Вот просто сделать этот сайт, чтобы обратить на это внимание. То есть нужно следить за трендами и нужно следить за тем, как большие сайты, большие игроки рассказывают о своем бизнесе. Это такое отступление, но я решил зафиксировать на это внимание, что это довольно-таки интересно. Итак, последнее, это традиционный Амазон. Как вы знаете, здесь можно заработать лишь тогда, когда вы имеете свой собственный товар. И как конкретно работает классический Амазон. Вы покупаете товар, любого товара производите. Второе, вы отправляете товар на Амазон. То есть у них есть программа, так называемая «Fulfill by Amazon», когда Амазон берет полностью на себя все хлопоты по доставке, по упаковке, по транспортировке. Единственное, что вам нужно сделать, это собрать товар, проверить его на качество и отправить на Амазон. Дальше Амазон за свои услуги берет, соответственно, деньги. Могу сказать, что в среднем, вместе с содержанием товара, где-то получается порядка 35-40% им взимает Амазон с общего вашего оборота. В зависимости от того, насколько у вас объемный груз. Помимо того, что он берет с каждой сделки 30%, он берет еще деньги за содержание. И за то, за содержание вашего товара у него на складе. То есть, в принципе, Амазон все не обижает, зарабатывает все. После того, как Амазон принимает ваш товар, ваш товар становится активным, и вы можете его продавать. То есть вы запускаете рекламу. И, первое, вы запускаете рекламу, а второе, вы начинаете потихоньку у вас грушить. Самый простой способ – это просить ваших знакомых купить ваш товар на Амазоне, чтобы они оставили отзывы. Но, в принципе, это такая механика, которая работает для всех начинающих продавцов. То есть вам нужно сделать более большое количество отзывов и как можно больше окрутить продаж. После того, как клиент находит ваш товар на Амазоне, он его покупает, и Амазон отправляет ваш товар ему, ну, то есть продает товар клиенту. Вот. Есть разные трудности. Первая трудность в Амазоне – это то, что нужно правильно подобрать товар. Второе – нужно правильно рекламировать товар, потому что бывает так, что вы вкладываете больше денег рекламу, и при этом вы ничего не зарабатываете. И последнее – нужно правильно работать с отзывами, нужно правильно работать с клиентами после того, как они уже купили у вас товар. И последнее – это работа с возвратами. Потому что здесь есть такая практика, то, что люди там попользуются вашим товаром, возвращают и говорят, вот вы мне прислали товар в таком виде, некачественном, и он был сломан. Вы должны физически, или у вас должен сотрудник физически проверить, насколько это так, насколько ваш товар действительно был непригоден для использования. Если это не так, если эта поломка была сделана со стороны покупателя, то вы можете отбить деньги у Амазона за этот товар. Но если у вас товар, допустим, дешевый, там, доллар, там, 2-3 долларов, это несущественно. А если у вас товар, там, стоит 15-20 долларов в закупке, я думаю, это уже более существенно, и нужно над этим работать. Итак, я занимаюсь бизнесом на Амазон около 10 месяцев под мои результаты. Результаты нерисованные. В среднем где-то получается у меня вытягивать порядка 4 с чем-то тысяч. Соответственно, где-то процентов 40 забирает из этих денег на Амазон. Итак, что же нужно для продаж на Амазон? Первое, это базовый маркетинг. То есть нужно обладать знанием именно базового маркетинга, понимать аудиторию, кому вы продаете тот или иной товар. Второе, то, что я хочу донести. Второе, это то, что вы должны уметь анализировать данные и уметь понимать, как анализировать товар для того, чтобы продавать. Я пользуюсь статистикой, мат-анализом и анализом данных для того, чтобы искать эти товары, выводить определенный, так называемый, ранг, который я проверяю. И после этого уже делаю вывод, что именно этим товаром стоит заниматься. И последнее, основной технологией моей продвижения товара является SEO на Амазон. Сам я SEO-специалист, прежде всего. И когда я услышал об Амазоне, я понял, что это прежде всего не маркетплейс, а это прежде всего поисковая система, в которой вы можете поднимать результаты поиска по ключевым запросам, по которым ищет ваш товар. Допустим, я там продаю кент-опенер. И моя задача сделать так, чтобы все слова, которые именно употребляются с словом кент-опенер, они были выше-выше в результатах поиска. Вот это основная моя задача. Это делается различными способами. Есть специальные алгоритмы. Мы постоянно эти алгоритмы тестируем, изучаем, смотрим, на что влияет. И на что влияет именно, допустим, как влияют отзывы, или как влияет там вопрос-ответ. Есть такая рубрика там вопрос-ответ по вашему товару. Все это является определенным фактором данжирования вашего товара. Итак, как же начать зарабатывать с Амазон? Первое – это обучиться. Потому что если вы не обучитесь, то, соответственно, будет просто проблема, которая возникает. Закрывают аккаунты, товар не продается. Есть проблемы с регистрацией банковской. Если вы, допустим, в Америке живете, это одна история. Значит, сейчас очень много людей, которые торгуют в России и в Украине. Там тоже нужно знать свои нюансы. Один из нюансов, допустим, как вы знаете, в России юридический адрес и фактический адрес. Это две разные вещи. То есть в России это нормальная практика, что юридический адрес один, а фактический адрес другой. На основе этого Амазон закрывает вам аккаунт. Он считает, что вы берете, что у вас какая-то левая компания в России, и она имеет разные реквизиты, разные банковские адресы, потому что в банке вы регистрируете юридический адрес, а фактический адрес вашего офиса находится там, в совершенно другом месте. Мне постоянно пишут подписчики моего видеоблога и просят как-то разобраться. Соответственно, я звоню в спорт Амазона, тем поддержку, начинаю объяснять эту ситуацию, что в России есть такая практика, что юридический адрес отдельно, а фактический адрес отдельно. Но для Амазона все равно первая реакция – это просто закрыть аккаунт. Второе – это заказать бизнес подключен на Амазон, то есть это поиск товаров, анализ ниши, запуск, настройка продаж. И третье – это быть инвестором, а не продавцом, и получать порядка 20% в год, потому что маржинальность Амазона позволяет выплачивать инвесторам такие проценты. Итак, вот мои контакты. Если у вас будут вопросы по всем...